Убе команды хорошо подготовились. К увлекательной игре присоединились и девчонки, сестры Лиза и Виолетта Цупуленко. Мы приехали из Десиноватой, в футбол играли с друзьями, там возле школы у нас есть поле. Арсений Долинский приехал в Курск из Харциска еще в 2015 году. Здесь и остался жить. Нашел друзей и записался на тренировки по футболу. Возможности погонять мяч с земляками обрадовался вдвойне. В этот раз выступил за команду из Донбасса. Кого-то знакомого? Нет, знакомого нет, но чувствуется, что родные. А как курских ребят оцениваешь? Они подготовленные, сильные, с многими командами играли. Многие сильные, хорошие. Хочется тренироваться и играть на их уровне, как авангард курский. Соперника, да, они там тоже не боялись. У них есть техника, все-таки у них больше мастерства футбола. То есть они больше пасуются, у них больше связи с друг с другом. Организаторы матча – совет отцов Курской области. С ребятами из ДНР познакомились еще в день приезда, когда встречали вынужденных переселенцев. Тогда же появилась идея провести товарищеский турнир. Новые события, новые знакомства, новые друзья – это все-таки самое главное для нас. Ну и пусть ребята поймут, что они попали к друзьям, попали к людям, которые переживают за них и готовы вместе с ними жить дальше. Предложили ребятам, но у них сразу глаза загорелись. У них сразу, сразу им захотелось. Узнали, что будет турнир такой, что я привезу сюда несколько команд. И вообще они, да, 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 конечно. И даже вот сегодня утром созванивались, они говорят, вот дождь. И говорят, ну вы приедете? Они говорят, конечно приедем. Матч состоится в любую погоду. Результат матча товарищеский. 3-3. Победила дружба. В следующем сыграли ребята постарше. Каждый получил возможность проявить себя на поле. И футболисты уже с нетерпением ждут следующих турниров. Мария Колосова, Роман Федорков. События дня.